Сильнейший ливень, за которым почти ничего не видно, и шквалистый ветер, столь желанный для их сменов, в этот раз помешали дать старт парусной регате, посвященной памяти Владимира Высоцкого. Но как только непогода стихла, судейский катер сразу ушел ставить буи, обозначающие промежуточную точку и финиш дистанции. А яхты в это время стали подходить к судейскому кораблю, чтобы услышать заветный сигнал к старту регаты. Бриз за линей, миха за линей. Традиционная парусная регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года, и неизменно именно 25 июля. Идея такого соревнования, которое входит в официальный календарь турниров Российской Федерации парусного спорта, принадлежит Всеволоду Ханчину. Именно он 55 лет назад был организатором легендарного выступления Владимира Высоцкого в Куйбышевском дворце спорта, обновленное здание которого будет носить имя знаменитого актера и автора песен. В свое время он был знаком с Владимиром Высоцким и ходил даже с ним на яхте. Мой отец мастер спорта по парусу, яхтенный капитан. Ему пришло в голову, чтобы песни Владимира Высоцкого, музыка звучали в парусах. Регаты одновременно проходят в четырех городах. В Самаре на Волге яхтам необходимо пройти небольшую дистанцию вдоль второй очереди Самарской набережной, поймав ветер в свои паруса, развернуться и вернуться на исходную позицию. Но задача оказалась непростой. После бури ветер стих и добавил сложности яхтсменам. Регата эта короткая, в общем-то, вот она идет на фоне города, опять же, для того, чтобы наш город видел все-таки парус и все вспоминали. На фоне города, вот между, в районе второй набережной. Победители определяют в нескольких классах, в зависимости от типов яхт участников. Награждение проводят на острове Голодный, где проходит и небольшой концерт с песнями Владимира Семеновича. Затем участники расходятся под парусами, чтобы начать подготовку к следующей регате. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин